Всем привет! Давайте по традиции посмотрим на следующую неделю, что у нас будет происходить. Это обычная колода Райдер Вейта. Что-то её в эфир не часто выпускаю, хотя работаю на ней практически постоянно. Итак, будут по традиции 4 карты. Ваша задача — выбрать одну карту из четырёх. Я тоже загадаю карту. И потом скажу, какую. Ой, две карты хотят. Интересно. Ну ладно, пускай будет две. Так, поехали смотреть. Первая карта — Аркан Луна. Сомнения, страхи, какое-то неясное состояние, положение. То есть сложно будет определиться, куда он дальше идёт, что же выбрать. Очень хороший совет по этой карте — не доверять никому. То есть если что-то вам будут предлагать, лучше 200 раз перепроверить, чем ввязываться с какие-то странные авантюры, предложения, какие-то пути, которые вас могут затащить, а потом из этих болот очень сложно выбраться. Поэтому доверяйте вашей интуиции. Если вам она вещает, не надо, не хотели, не следует, не стоит, доверьтесь ей сейчас, потому что реально можно уйти в какие-то тупиковые пути развития. И зачем вам это надо? Потому что проблема какая с тупиком. Вы тратите время на то, чтобы уйти в тупик, потом тратите время осознать, что вы оказались в тупике, и тратите время, чтобы потом оттуда вернуться. Лучше сейчас пересидеть спокойно и ни во что такое подозрительное не ввязываться. Вторая карта. Семерочка мечей. Кто выбрал семерку мечей так же, как я, поздравляю. Это нестандартный подход. То есть вы можете использовать свою интуицию, интеллектуальные способности, каким-то таким особым способом решать простейшие задачи, которые вы, допустим, до этого пытались как-то разрешить в лоб. Сейчас, чтобы не тревожить людей, которые совершенно не нужны вам их внимания, вы можете обойти какие-то проблемы, препятствия, и зайти с теми ситуациями, которые пытались решить, с тыла. То есть не всегда вот эта семерка мечей про воровство, про мошенничество нет. Хорошая фраза про семерку мечей. Кради как художник. Тебе что-то нравится? Возьми эту идею, переделай, сделай по-своему. То есть не обязательно заниматься реально мародерством, то есть утаскивать какие-то чужие собственности, идеи, мысли. Нет, ты можешь посмотреть, вдохновиться. Мы же всегда вдохновляемся какими-то красивыми природными видами, да, вот художники что делают? Понравился вид, взял, пошел, нарисовал. По сути, ты украл у природы то, что она уже создала. Но если ты добавляешь туда свое авторство, свое ведение, это уже получается совершенно новое произведение. Так, что у нас за мечта? Одна ваша пятерка мечей. Если по семерке мечей никто не знает, что вы творите, это все внутри вас происходит, то по пятерке мечей вот это нападение, вот это мародерство, вот это грабеж с раз бела дня, он, о нем знают все. Грубая коммуникация, из-за которой человек что-то теряет, то, что ему важно, ему дорого. И терять, потому что не хватило вот этой физической силы, в том числе интеллектуальной силы. Но пятерка мечей, она достаточно груба. Знаете, могут быть разборки, могут быть какие-то конфликты с применением грубой силы. Вот вплоть до того, что ругаются партнеры, кто-то может агрессии, ну, там, каким-то тяжелым предметом, ну, скалкой по голове звонится. То есть пятерка мечей, она такая грубовастая достаточно карта. Это наезды, вот, отбирает что-то. С другой стороны, тут надо определиться, да, победители вы или проигравшие. То есть по энергии этой карты вы можете выйти в то состояние, что сами можете показывать другим людям, где их место. Потому что нечего вот на вас вот поднимать, там, гавкаться и так далее. Поднимать руку и пытаться вам что-то доказать. У вас вполне может хватить силы противостоять противнику и, ну, отобрать то, что они хотели. Вот с чем они пришли, да, кто к тому с мечом пришел, тот отмечает поляги. Поляжи, да, вот пятерка мечей, она такая. Умеет обратить оружие нападающего против него самого. Так, две карты. Почему они так вышли? Ой, восьмерка Пентакли и башня. Вот то, что у вас, вот какая-то рутина происходила раньше по восьмерке Пентакли, работа, какие-то налаженные процессы, они будут рушиться, приготовьтесь к этому, да. То есть не рассчитывайте на то, что то, что вы хорошо умеете делать, то, что раньше вам приносило какой-то вот доход, стабильность, удовлетворение. Вот будет какой-то переворот и выход на новый уровень. То есть вот предыдущая система стабильная, налаженная, отлаженная, которая вот позволяла вам находиться в том стабильном, прекрасном положении, которое вам давало какую-то вот выгоду, доход, да, вот моральное удовлетворение, конечно же, признание, будет, извините меня, вот слома этой старой системы. Неприятное состояние, потому что мы привыкаем, когда все стабильно, все хорошо, и когда вот внешние обстоятельства внедряются, налаженный быт, налаженный трафик, вот, конечно, ощущение не самое приятное. С другой стороны, ломается по аркану башни то, что плохо стояло. Поэтому приготовьтесь к тому, что вот те жесткие структуры, как вам казалось, которые были прям незыблемые, если они подвергнутся какому-то разрушению, значит, так туда им дорога. То есть рано или поздно бы они рухнули бы, и последствия были бы, наверное, более тяжелыми, потому что по башне как бы рушится, и ты успеваешь из этого выскочить, выбежать, да. А когда разрушается, ты об этом не предупрежден, это может быть эти балки, да, вот эти внутренние перекрытия имеется в виду, какие-то конструкции событий, не обязательно, конечно, это здание, какие-то физические конструкции, а именно вот события, ситуации, они могут рухнуть и реально дать по голове, да. И вот люди порой вовремя не осознают, что сейчас ситуация рушится, да, они оказываются погребенными вот внутри этой ситуации. И выбраться уже в таком состоянии очень-очень сложно. Ну, в любом случае, хорошая неделя, друзья мои, если будут какие-то вопросы, будут рады, конечно, на вас ответить. Вот так, до следующего встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok